Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев официально оформил то, в чем сомнений у специалистов не было еще на прошлой неделе, прошедшей под всполохами красно-белой вспышки, и на что просто напрашивались толпы гуляющих в центре Екатеринбурга, почти демонстративно забивших как на самоизоляцию, так и на масочный режим. Итак, подписан указ за номером 262 УГ, вносящий соответствующие изменения в указ номер 100 еще от 18 марта, где оговорены меры самоизоляции, то есть обязанность граждан оставаться дома, а покидать жилые помещения разрешается для того, чтобы добраться на работу, в аптеку, больницу, продуктовый магазин, вынести мусор, погулять с собакой, позаниматься физкультурой строго поодиночке или погулять не более чем парой. А остальные поводы считаются нарушением и караются. Срок действия этих ограничительных мер продолжен до 1 июня. Указ официально опубликован, то есть вступил в законную силу. Вот что пишет Евгений Куйвышев по этому поводу у себя в Инстаграме. В минувшие выходные смотреть было страшно на центральные улицы Екатеринбурга и рекреационные зоны, где горожане проводили досуг так, как будто никакого коронавируса нет. Я не для красного словца ранее говорил, что мы внимательно проанализируем отложенный эффект от майских праздников, принимая решение о продлении или ослаблении ограничений. Посмотрите на статистику. «Сегодняшний пик – это в том числе эхо тех погожих дней. Ответственность за продление ограничений лежит на каждом, кто не может найти силы временно отказаться от прогулок и встреч с друзьями. В такой ситуации ни о каких послаблениях не может быть и речи». Конец цитаты. Под сегодняшним пиком, как вы понимаете, он имел в виду вчерашний резкий взлет числа, выявленных за сутки, инфицированных до 279 человек. Это абсолютный рекорд за весь особый период. Агентство УРАРУ приводит пример того, насколько безалаберны могут быть люди, даже зная о том, что они больны. Все в том же печально лидирующем по коронавирусу железнодорожном районе Екатеринбурга в одном сильно многоквартирном доме на улице Кунарской одна женщина могла заразить 45 жильцов. Ссылаясь на неофициальный собственный источник, агентство рассказывает о женщине, которой врачи поставили официальный диагноз COVID-19, но так как болезнь протекала совершенно бессимптомно, ей разрешили лечиться амбулаторно на условиях самоизоляции. Вместо этого вместе со своим диагнозом та на радостях учинила званый пикник прямо во дворе родного дома. Соседи откликнулись, порадовались освобождению. В итоге зараженных 30 взрослых и 15 детей. Что же до официальной статистики, самой свежей, то после вчерашних заболевших 279 лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области подтвердила еще 207 за последние сутки. 166 приходится на Екатеринбург. Общее число с начала эпидемии уже 4190 заболевших. Двое умерли, доведя общее число жертв ковида на Среднем Урале до 20. Но есть и луч света в этом потемневшем за последнее время царстве. Впервые за время эпидемии число выписанных из больниц выздоровевших людей превысило число заболевших 229 человек разом. Общее число исцелившихся от коронавируса без одного полторы тысячи. Из числа продолжающих находиться на лечении 53 человека в тяжелом состоянии, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 101 пациент в состоянии средней тяжести и 2535 госпитализированных болеют бессимптомно, либо в легкой форме.